Приветствую всех, кто пришел сегодня в исторический музей, всех, кто смотрит нас онлайн. И я тоже благодарю Государственный исторический музей проекта «Шкалот» за приглашение принять участие в сегодняшней лекции. Выставка, она приурочена, в общем-то, не только к выставке, которая идет сейчас в стенах Государственного исторического музея, шедевры графики и собрания пинокотеки Тозио Мартиненго из Бреши, но еще и к юбилею Альберахта Дюрера, которому буквально пару дней назад исполнилось 550 лет. Мы немножко опоздали с лекцией, но можно считать, что мы третий день пьем здоровье Альберахта. На выставке, как следует из названия, представлены гравюры и ксилографии, неживописные произведения. И мы с вами оказываемся в такой ситуации выгодной, которой не было, наверное, почти ни у кого из современников Альберахта Дюрера, а именно мы можем сразу посмотреть очень много его произведений и, в общем-то, подивиться тому мастерству, с которым они выполнены. В то же время у нас есть невыгодная часть нашего положения. В отличие от тех же современников, мы не всегда понимаем обстоятельства, в которых были созданы эти гравюры, эти ксилографии. Мы не понимаем, для чего они были предназначены. В общем и целом, нам как-то трудно понять их смысл. И мы оказываемся примерно в том же положении, в каком был сам Альберахт Дюрер, когда во время поездки в Нидерланды в 1521 году он осматривал работы ацтекских мастеров, привезенные из Мексики императору, новому Карлу V. И он восхищался ими, он записал в своем дневнике, как они ему понравились, как они порадовали его. И в конце приписал, что он не может их назвать. То есть он не понимает, что это вообще такое перед ним. То есть он видит, что это прекрасно, он восхищается мастерством, но что они из себя представляют, он не понимает. И вот сегодня в какой-то мере хочется восполнить вот этот вот какой-то пробел и снова связать те работы, которые представлены на выставке, с их собственным временем. И я в своей части пойду несколько вширь и расскажу об этих графических работах в контексте жизни и творчества Дюрера в целом. А Мария после меня пойдет вглубь, наоборот, и расскажет об одной гравюре, наверное, самой сложной в иконографическом смысле, гравюре «Меланхолия», которая породила огромное количество интерпретаций. Начну с города, с обстоятельств создания всех тех замечательных произведений, которые представлены на выставке и вообще в музеях мира. Нюрнберг. Альберт Дюрер с гордостью писал на многих произведениях своих, что он именно нюрнбержец. И этот город сейчас, в общем-то, такой город-музей. Но в его время это был большой, свободный имперский город. То есть он управлялся, собственно говоря, таким городским советом и подчинялся императору Священной Римской империи только в том смысле, что платил налог и выделял какие-то военные силы, когда императору это требовалось. В остальном этот город не имел никакого ни князя, ни епископа, который бы говорил, что нюрнбергцам делать. Это был большой город. К 1500 году там жило около 25 тысяч человек. Это был город, почва вокруг которого были не очень плодородные. И поэтому нюрнбергцы богатели за счет торговли. Очень было много купцов. И за счет ремесленников, которых там тоже было в произрядном количестве. То, что мы видим перед собой, это гравюра, ксилография цветная из книги Хартмана Шеделя «Всемирная хроника». И эти ксилографии создавались в том числе и в мастерской Михаэля Вольгемута, второго, если не считать отца, учителя, первого, вернее, если не считать отца, учителя Альбрехта Дюрера. И вполне вероятно, что в создании и этой ксилографии тоже сам Альбрехт принимал участие. И мы видим, что город обнесен крепостными стенами, что в центре его на горе возвышается старая крепость императора, что видны шпили двух знаменитых храмов – Санкт-Лоренц и Сан-Зебальд. И это город процветающий. 15-16 века – это, в общем-то, вершина его богатства, вершина его могущества. И в это время Дюреру посчастливилось там родиться. Родители его – Барбара и Альбрехт Дюрер-старший – на портрете, который сам Дюрер написал где-то в 19-летнем возрасте перед тем, как отправился в странствие после окончания первого периода своего ученичества. В 1524 году перед смертью, за 4 года до смерти, Дюрер стал писать свою семейную хронику. И в ней он рассказал о том, как его отец из Венгрии приехал в Нюрнберг. С датами немножко что-то Альбрехт напутал. Но понятно одно, что где-то в середине 15-го века, в 1450-е, Альбрехт Дюрер-старший уже жил в Нюрнберге, уже работал в мастерской Иеронима Хольпера. И когда ему исполнилось 40 лет, женился на 15-летней дочери своего хозяина. То есть у них была такая обычная для того времени разница в возрасте. И дальше Дюрер не для потомков, потому что детей у него не было. Но, собственно говоря, для нас, для тех, кто будет потом когда-то читать историю его семьи. А он был уверен, что история его семьи будет интересной, потому что это такая очень важная черта вообще Альбрехта Дюрера. Он не обладал ложной скромностью. Он был уверен в том, что он хороший, прекрасный мастер, даже гениальный. И история его семьи, она важна для тех людей, которые будут жить после него. И так оно и оказалось. И он тщательно записал количество детей, которое родилось у этой пары. Всего было 18 детей у Барбары Альбрехта Дюрера-старшего. Из них выжило только трое. Сам Альбрехт и его братья Эндрес и Ханс. Оба они были ювелирами. И Ханс, и Эндрес, они умерли уже после него. И Эндрес оказался наследником всех работ Альбрехта Дюрера, живописных и графических. Но если вернуться к портрету родителей, то мы увидим, что он изобразил их, прежде всего, как очень благочестивых людей. Оба они держат четкие в руках. И в семейной хронике он тоже подчеркивает именно их благочестие. И описывает своего отца, как человека, который очень много трудился, но у него было очень мало денег. На самом деле это не совсем так. Его отец был довольно зажиточным мастером, ювелиром. И, собственно говоря, Альбрехт Дюрер описывает его таким образом, потому что это была определенная такая форма. Надо подчеркнуть свое такое происхождение из, скажем так, ремесленного класса, где в части была тяжелая работа, и человек, который всего добился, именно своим трудом, как бы, это было похвально. Видимо, скорее всего, его отец был этническим венгром. То есть его фамилия была, конечно, не Дюрер. Ее в Нюрнберге писали «тюрер», то есть от слова «дверь», от имени селения, из которого он был родом. Ну, а потом уже у Дюрера дальше это немножечко латинизировалось. И фамилия эта приобрела ту форму, которую мы знаем сейчас. Он был ювелиром и пытался из сына своего, третьего сына, первого выжившего, сделать ювелира тоже. Где-то до десяти лет Альбрехт учился в школе. Школы были в Нюрнберге двух родов. Были гимназии, где учили латыни, я скажу так, либеральным искусством. А были школы для купцов, где учили больше все-таки практическим вещам, математике, то есть счету, чтению, то есть каким-то базовым вещам, которые могли потом торговым людям пригодиться. Скорее всего, Альбрехт учился в такой второй школе, потому что по латыни он толком так и не научился читать на самом деле. И в возрасте десяти лет отец взял его из школы и стал учить сам в своей мастерской. В возрасте тринадцати лет Альбрехт, видимо, впервые нарисовал себя сам. Вот вы видите этот рисунок. Это рисунок с серебряным карандашом. Он делался таким образом. Грунтовали бумагу особым составом и потом полировали. И потом, когда серебряным карандашом проводил художник, то начиналась такая химическая реакция. И то, что было нарисовано этим серебряным карандашом, невозможно было стереть. То есть это как бы вещь, которая не поддается поправкам. И то, что тринадцатилетний мальчик может сделать такую сложную работу, действительно свидетельствует о его даре уже в самом начале. И вот что еще интересно. Там есть надпись на этом рисунке. И эта надпись, она принадлежит к уже более позднему времени, но сделал ее сам Альбрехт Дюрер. Он написал, что этот портрет сделал я сам в возрасте тринадцати лет, смотря в зеркало. То есть он хранил все это, подписывал. То есть оставлял нам не только сами произведения, чтобы они говорили за себя, но и пояснял эти произведения для нас. И то же самое с портретом его учителя, Михаэлем Вольгемутом. Когда ему исполнилось тринадцать лет, Дюрер понял, что его больше интересует живопись, а не ювелирное дело. И хотя его отец был недоволен, он все-таки отдал его ученики своему соседу по улице, самому, наверное, богатому и популярному нюрнбергскому художнику к этому времени, Михаэлю Вольгемуту, и у него уже Дюрер учился дальше. Этот портрет, естественно, более позднего времени, 1516 год. Через три года Вольгемут умрет, и Дюрер опять сделает надпись на этом портрете. Тут интересно еще что. Он сделал портрет для своего учителя бывшего и подарил ему. А для себя сделал еще и копию. То есть это такая архивная работа в сущности. Понятно, что он сделал это на память, но и для того, чтобы сохранить для нас. И он сделал здесь надпись, которая говорит о том, кто такой Михаэль Вольгемут, когда он сделал портрет, когда он умер. То есть, в общем-то, все записал прямо на этом художественном полотне. И дальше он учится. И в 1490 году, когда ему 18 или 19 лет, его обучение заканчивается. И он отправляется, как он сам пишет тоже в «Семейной хронике», в странстве. Но мы точно не знаем, куда он поехал. Было принято действительно, чтобы подмастерье куда-то выезжало с города, учился чему-то у других мастеров какое-то время. И из-за романтиков 19 века есть такая картинка многих, наверное, в голове, что вот молодой Дюрер, вот он, значит, утром рано встает, собирает какой-то свой мешок, получает благословение от родителей и отправляется по всей Германии странствовать. В общем, эта картинка очень далека от реальности. Это действительно вот такое романтическое видение Альбрехта Дюрера, которое было распространено в начале 19 века. Потому что, скорее всего, он, конечно, один не путешествовал. Это было опасно попросту и требовало каких-то больших, очень финансовых затрат. Тут надо сказать, что у Альбрехта Дюрера были не только родители зажиточные, но все же достаточно простые ремесленники, но еще и крестный отец Антон Кобергер, который был очень богатым человеком. Антон Кобергер начинал тоже как простой ювелир в Нюрнберге, но вскоре он бросил это дело и занялся книгоиздательством. То есть понял, в общем-то, где можно действительно разбогатеть и прославиться. И у него была не только типография в Нюрнберге, но и во всех больших европейских городах. Во Франкфурте, в Будапеште, в Праге и дальше на север. И, скорее всего, Альбрехт Дюрер воспользовался тем, что люди Кобергера постоянно ездили туда-сюда с книгами, с какими-то товарами нужными, типографскими, и присоединился к их каравану. Известно, что к 1493 году он оказался в Страсбурге. И к этому времени относится его первый автопортрет маслом. Правда, на пергаменте, а не на холсте. Видимо, для того, чтобы было легче потом взять с собой или послать родителям. И здесь, наверное, плохо видно на экране, но вот здесь вот есть надпись на страсбургском диалекте, который гласит, что мои дела идут так, как предначертано свыше, а в руке у этого молодого человека растение, про которое, как ни странно, до сих пор идут споры, что это такое астралист или вид чертополоха. И, соответственно, является ли это растение или знаком того, что он обручен, или намеком на страсти Христовой. В общем, до сих пор это неясно. И еще то, что не видно, но вы потом можете найти и рассмотреть, у него на подбородке он тщательно прорисовал начинающую проклевываться бородку. Бороду вообще тогда не носили. Это было не очень принято. То есть Дюрж, он как-то, в общем, уже начал формировать свой собственный стиль, на самом деле, не только в живописи, но и в том, как он выглядит. А то, как он выглядел, было для него очень важно до самого позднего возраста. И мы это еще увидим. И вот он пишет этот портрет. И одна из версий состоит в том, что ему уже пришли вести из дома, что родители нашли ему невесту. Агнес Фрей из семьи ювелира еще одного, Ханса Фрея, который был из хорошей, тоже такой вот нюрнбергской семьи. Правда, какое-то время он был обвинен в том, что сбывал краденое добро, но приговор тюремный так и не привели в исполнение. То есть в итоге он жил, как жил. И дюрер, который не видел ни разу невесту, приезжает в Нюрнберг, рисует ее. Сохранился вот такой вот рисунок, очень трогательный, моя Агнес. И вы запомните эту позу, потому что вы ее увидите во второй части нашего выступления. Какого-то парадного портрета Агнес вообще не сохранилось. Есть рисунки ее некоторые на протяжении жизни. И ее изображение в виде святой Анны. Но вот так вот, как себя парадно, то ли Альбрехт не рисовал, то ли просто не дошло до нас. Это непонятно. Вот эта девушка. И дальше происходит нечто очень странное, потому что, видимо, тут же он эту Агнес, на которую он женится, оставляет или в том же Нюрнберге, или в Инсбруке у родных, а сам отправляется в Италию. Опять же, это не подтверждено. Ездил в Италию в 1494 годах, дюрер в 1495 годах или не ездил, но в любом случае сохранились акварели, городов, которые, в принципе, на пути в Италию. Вид Трента с севера, вид Инсбрука с севера. Позже он упоминал, что он возвращается в Италию, когда второй раз едет. И сама Италия писал своему другу о том, что то, что его радовало, раньше больше его уже не радует в Италии. То есть, скорее всего, что-то было, куда-то он ездил, но непонятно зачем. Ясно одно, он возвращается оттуда другим человеком. И следы этого пребывания то ли в Италии, то ли еще чего-то, что с ним происходило, вы можете на выставке видеть в разделе, посвященном мифологическим гравюрам. Потому что именно в этот период начинает дюрер интересоваться классической мифологией и сюжетами, связанными с древними греками и римлянами. То, чего раньше не было. То, чего и не предполагалось у немецкого художника, в принципе. Вот это самые первые его опыты. Справа лист с похищением Европы считается чуть ли не первым изображением, которое свидетельствует об интересе дюрера к античности. И мы видим, типично, как работает художник. На одном листе у него самые разные сюжеты на самом деле. Вот здесь вот похищение Европы, которую уносит бык. Здесь какие-то львиные головы. Здесь фигуры, которые он тоже зарисовал, предметы. То есть он использует вот эту бумажную поверхность по максимуму. И слева смерть Орфея. Тоже один из первых таких вот свидетельств, где безумные вакханки Орфея убивают. В Италии или не в Италии, но в это время, чем объясняется вот этот вот интерес, Альбрехт Дюрер знакомится с Виллибальдом Перкхаймером или Перкгеймером, как его принято называть в нашей русскоязычной традиции. И Перкгеймер был из совсем другого круга, чем Дюрер. Дюрер – ремесленник. Его окружают вот эти вот зажиточные ремесленники, ювелиры, художники. Он мастер, а Перкеймер из семьи нюрнбергских патрициев. Я уже сказала, что Нюрнберг управлялся, собственно говоря, советом городским. И, в общем, всегда в этот совет входили члены из 40 с чем-то самых таких вот важных семей города. И вот Перкеймер, они принадлежали к числу этих семей. Перкеймер учился в Италии. Детство свое он провел в Вайштейте и Мюнхене, а не в Нюрнберге. Это связано с такой странной историей, которая произошла с его отцом, который тоже учился в Италии. И пока он учился в Италии, Иоганна Перкеймер, его невеста, Лёфельхольц, тайно вышла замуж за другого. Он, вместо того, чтобы смириться с этим, приехав в Нюрнберг, начал возмущаться, устроил скандал, дошел до епископа Бамбергского. И епископ сказал, ну, раз брак был тайный, то мы не знаем, действительно ли там что-нибудь произошло или нет. И действительно им не считается. И, значит, вот этот вот Лёфельхольц достал всё-таки Аганнесу, он забрал её и уехал подальше от Пересудов в Вайхштадт, где был советником другого епископа, и потом в Мюнхен. И поэтому, в общем-то, Перкеймер в детстве в Нюрнберге и не бывал. Но затем его всё-таки готовили к карьере в родном городе, и во взрослом возрасте, уже отучившись в Италии, он возвращается туда. Может быть, он в Италии всё-таки познакомился с Дюрером, а может быть, всё-таки в Нюрнберге. И это знакомство, оно было таким вот знаковым, потому что Перкеймер, хоть он был и чиновник в сущности, то есть как бы он был членом Внутреннего Совета, он сражался за нюрнбергцев, он принимал участие во всяких таких важных решениях городских, в частности, о том, чтобы изгнать евреев в 1499 году. Но таким вот главным смыслом его жизни была страшно немного сейчас говорить просветительская деятельность. Он и его друг, Конрад Цельтис, поэт, у них был такой проект привезти Аполлона в Германию. Что это значит? Это значит, что нужно, во-первых, писать немецкую историю свою, а во-вторых, переводить как можно больше античных авторов с греческого на латынь, с латыни на немецкий. И Перкеймер занимался этим очень много. Он даже заслужил такое прозвище немецкого ксенофонта. Он переводил ксенофонт, он переводил Платон, он переводил Плутарха. И если в отношении гуманистическом вербальной, текстуальной сферы они как-то справлялись, Цельтис, Перкеймер, другие немцы, которых они привлекали, то в отношении художников у них был небольшой провал. Они полагали, что вот и в визуальном смысле тоже что-то нужно делать. И тут Альбрехт Дюрер, который, очевидно, обладает таким талантом и потенциальной широтой кругозора встречается ему, и они его привлекают к этому делу. И Дюрер, соответственно, начинает по их каким-то, видимо, заказам и по их объяснениям делать рисунки и гравюры. Причем эти рисунки и гравюры, они очень сложные. Это не то, что можно с каким-то мифологическим словарем прийти и быстро разобрать. Скажем, вот это вот рождение Венеры слева из Королевского собрания в Виндзоре до сих пор никто только не может понять, что там происходит, из какого, так сказать, темного текста взят этот сюжет. «Морское чудо», которое, по-моему, тоже есть на выставке, невозможно понять, то ли это сюжет из Афинеи про похищение Симы Главка, то ли это вообще как бы история из немецкой уже, из Каспара фон Реттена, и то, и то может быть, и то, и то вписывается вот в эту программу Пергеймера и Цельтиса. Когда он берется за изображения, связанные с Гераклом, тоже изображение не 12 подвигов Геракла, как казалось бы, это самое популярное, но что-то такое, что никто вспомнить не может с первого взгляда. Например, вот Геракл убивает Малеонидов. По-моему, на выставке есть эта гравюра «Кто такие Малеониды?» Если вы помните, если кто-нибудь помнит здесь, то я перед вами преклоняюсь, потому что я, например, сходу вспомнить не смогла. Или вот эта вот знаменитая очень гравюра «Геракл на распутье» – это тоже сюжет, который, в принципе, был известен и который использовали именно гуманисты в своей риторике. Это Геракл, который должен выбрать между пороком и добродетелью, то есть он в сущности сам с собой сражается. И этот сюжет встречается как раз у Ксенофонта, у Цицерона, Петрарко к нему обращался. То есть этот сюжет понятный в том круге, в который входит теперь Дюрер, но он непонятен для широкой публики. И вот эти вот гравюры, обратите на них внимание, когда пойдете на выставку, ну или вспомните, если вы уже были там, они делались для такого узкого круга. Они элитарные в каком-то смысле. И Пергеймер, когда вернулся в Нюрнберг, он уже был очень богат, у него был огромный дом на Хауптштрассе, и в этом доме он принимал и итальянцев, и других гуманистов, например, Разма Роттердамского, и позже Филиппа Меланхтона, и даже, в общем-то, Фридриха Мудрого, и устраивал своего рода салоны. И на этих вот салонах Альбрех Дюрер тоже туда был вхож, он тоже принимал участие в этих сборищах. И хотя, в общем-то, кажется, он не мог всё-таки свободно читать по латыни, но он, по крайней мере, мог слушать, о чём говорят люди, то есть напитываться какой-то этой античной премудростью. И одновременно, несмотря на то, что он общается с этими прекрасными, богатыми, умными, начитанными людьми и участвует в их этой программе, потому что, чтобы Германию тоже возвысить несколько, вести её в этот античный круг, он должен как-то зарабатывать себе на жизнь. В 1495 году Альбрех Дюрер открывает свою собственную мастерскую. Видимо, у него были уже и ученики, но их имена в этот ранний период неизвестны, только с 1502 года. И в этой мастерской он сразу применяет новый метод работы. Михаил Вольгем и вообще нюрнбергские художники того времени работали в основном так, что они получали некий заказ и дальше они смотрели, кто им понадобится для этого заказа, какие мастера, сколько подмастерий и набирали их. И дальше выполняли заказ, соответственно, дальше всё повторялось. А Дюреру пришло в голову, то ли в Италии, где он был, то ли ещё раньше, когда он ездил по стране, по Германии, то ли он подсмотрел у Кобергера, своего крёстного, как тот работал. Ему пришло в голову, что можно сделать некий запас ксилографии и гравюр. И дальше уже эти ксилографии и гравюры сбывать в расчёте на некого анонимного покупателя. У этой модели действительно была такая практическая правильная задумка. Потому что если ты картину или алтарный образ написал, ты её продал, и дальше у тебя уже ничего не осталось. В то же время, когда ты сделал рисунок для гравюры или ксилографии, резчик вырезал её на пластине, на деревянной или на металлической доске, то дальше с этой пластины можно сделать, если это ксилография, деревянная доска, больше сотни оттисков, если это металлическая доска, меньше сотни, но всё равно это много. То есть, как бы, это вещь, которая дальше воспроизводится, повторяется, и Дюрер ещё в 1520 году, когда ехал в Нидерланд, он брал с собой оттиски, полученные из тех самых досок, которые он нарезал уже почти 25 лет тому назад. И это большая свобода. Но Дюрер пошёл дальше. Он не просто сделал эти ксилографии, он стал сам их издавать. Вот те большие циклы, которые вы видите на выставке, апокалипсис, большие страсти, малые страсти, они все издавались в виде книжечек. И Дюрер издавал их сам, причём издавал их с текстом. И для того, чтобы печатать текст, нужно иметь шрифт. Шрифт он не покупал, он взял у Кобергера. Тот дал ему его на прокат. И Кобергер же поставил своё разрешение на редких изданиях 1498 года, апокалипсиса. Там стоит в конце его имприматор, что он разрешает печатать. Он взял у него не только шрифт, но ещё и немецкий перевод апокалипсиса. То есть Дюрер, мало того, что он придумал вот эту историю с ксилографиями и гравюрами, мало того, что он решил сам их издавать в виде книг, но он ещё их издавал одновременно на латыни и на немецком. То есть в расчёте уже на самую широкую публику, какую только мог. И он не одномоментно нарезал все эти пластины, туски, но, скажем, к большим страстям и малым страстям он прибавлял их постепенно. А апокалипсис, в общем-то, по-моему, всё-таки это вот как-то более-менее одно за другой. И вот вы видите здесь два листа из апокалипсиса. Святой Иоанн пожирает книгу и четыре всадника. Они лучше всего демонстрируют, что апокалипсис в дюреровской интерпретации это нечто совершенно иное, чем апокалипсис раньше. То есть это такие немного даже сюрреалистические образы, и выполнены они с таким количеством деталей, с такими подробностями, так тонко, с такими драпировками, что Пановский назвал это всё даже динамической каллиграфией, а не просто графикой. В то же самое время иногда можно услышать, что вот до дюрера вся эта графика, она, в общем-то, была на очень низком уровне, а он вдруг внезапно, значит, её вывел куда-то на непостижимую высоту одной силы своего гения. Это, конечно, не совсем так, потому что вот можно сравнить. Это уже большие страсти, «Экке хому», то есть «Се человек», когда Иисусова водят к толпе уже избитого и говорит Понтий Пилат, что вот «Се человек», а они все кричат «Распни его». И вот можно сравнить трактовку дюрера и трактовку Мартина Шонгауэра, у которого он хотел поучиться в кульмаре, но не успел, потому что Шонгауэр умер. 1511 год – это печать 1511 года, то есть сама эта гравюра была создана раньше, а отпечаток был сделан в 1511 году, то есть через 10 с лишним лет. И мы видим, что у Шонгауэра на самом деле тоже довольно сложная композиция, тоже много деталей, но дюрер просто идет дальше. У него более сложная перспектива, у него пейзаж уходит в глубину, у него все построение композиции по диагонали делается. То есть он делает лучше и больше, чем Шонгауэр, но без Шонгауэра дюрер бы сразу такой тоже, конечно, сделать не смог. Ему надо было на кого-то опираться еще для сравнения. Тоже несение креста. Дюреровская и Шонгауэровская. Опять же, мы видим, что у дюрера количество людей и вот эта вот мельчайшая какая-то разработка деталей, она совершенно превосходит все то, что было до него. но и у Шонгауэра уже есть, намечается все это и некоторые элементы дюрер просто у него берет, например, расположение Святой Вероники и ее позу в такую полусидящую или, скажем, решетку в стене. То есть какие-то вещи он заимствует и творчески перерабатывает. Но в любом случае вот эти вот серии большие. Они выпускались в виде книг, они были очень популярны и дюрер делает еще одну важную вещь, он нанимает агента для того, чтобы агент собственно говоря уже торговал этими гравюрами, ксилографиями от земли к земле, от города к городу. И у него было как минимум два агента, имена которых мы знаем. А есть еще одна идея, касающаяся вот этих вот больших графических серий, что он делал их в ожидании 1500 года, когда люди думали, что наступит конец света. Это возможно и так, но еще на 1500 год это не только ожидание конца света, но это и год, который был объявлен Папой Римским юбилейным. Юбилейный год это год, когда за паломничество и за всякие акты покаяния человек мог получить интульгенции. И поэтому во многих гравюрах, которые дюрер начинает делать, так сказать, в рамках подготовки к юбилейному году, тема покаяния очень четко прослеживается. Например, блудный сын, который среди свиней в таком немецком пейзаже, кающийся святой иероним. Позже он тоже святого иеронима изображает, но уже в кабинете всегда. Вот в этот период он именно кающийся. И надо сказать, что этот блудный сын среди свиней, он произвел такое впечатление на итальянцев, что они очень много раз скопировали его. Более того, не только в гравюре, но и на фаянсовых всяких сосудах, тарелочках и кувшинах. То есть блудный сын, естественно, эта тема была раньше известна, но обычно его изображали где-то в тавернах, за игрой или в каких-то других порочах его обстоятельствах. А в таком положении, когда он уже раскаивается, это первый Дюрер придумал. Но в любом случае, чтобы еще немножко расширить контекст, вот в то самое время, когда Дюрер делает все эти графические работы, которые у нас вывешены такими рядами, он, конечно, пишет и маслом тоже, и он и в такой в масляной живописи он тоже идет впереди всех немецких художников, потому что он заимствует прием, который был уже у итальянцев, у нидерландцев, а именно посадить свою модель как бы рядом с таким вот открытым окном, где виден пейзаж. В Германии так не делали, это тоже был прорыв. То есть вот типичный такой работа одного из Патриции, Фосвальта Крэля, будущего Мэра Линдау, чуть-чуть южнее Нюрнберга. Вот это первый портрет, известный нам Дюрер, где он изобразил модель на фоне окна тоже из очень хорошей, женщины из очень хорошей нюрнбергской семьи Фюрлегер и самого себя. Он тоже пишет на фоне окна и видно, что с 1493 года какие в нем произошли перемены. Это уже такой молодой человек в самом расцвете сил, борода у него выросла сильно, он действительно блондин и на руках у него прекрасные перчатки нюрнбергские, выделанные, то есть то, чем Нюрнберг тоже славился, выделкой таких вот лайковых перчаток, вот он сидит сложив их и за ним расстилается пейзаж Альпы на заднем плане, которые в принципе из Нюрнберга не видны, и поэтому вот этот вот пейзаж, он как бы намекает, что там, а там за Альпами Италия. То есть как бы вот такая ориентация. На Италию. Да, ну вот и сразу покажу автопортрет 1500 года, который самый, конечно, знаменитый его портрет, и здесь вы видите, какие перемены с ним произошли, волосы у него внезапно потемнели. И это, конечно, неспроста, потому что дальше Дюрер опять вернется к тому, что он все-таки блондин, и будет себя изображать как обычного белокурого немца, и локон, его волос, срезанный после смерти и хранящийся до сих пор Венской академии искусств, тоже такой вот выдает в нем блондина, а здесь он делает себе волосы темными, чтобы быть больше похожим на Иисуса Христа. И сама вот эта вот поза полностью в анфас тоже свидетельствует о том, что он ориентировался на изображение истинного лика Христова, даже не рукотворного. Здесь интересна еще одежда его. Она вроде бы очень простая, но она отороченная мехом. И надо знать, что в Нюрнберге того времени были, как и во многих городах Германии и Италии, законы, которые определили, кто что может носить. Так вот, одежду, отороченную мехом, могли носить, в общем-то, только те люди, которым было это разрешено. И этим дюрер указывает на свой действительно высокий статус, что он не просто какой-то ремесленник, но он занимает достаточно высокое положение в обществе. И здесь есть надпись, которая уже по-латыни, а не на немецком. То есть это еще один такой след общения с пергеймером, с Цельтисом, со всей этой компанией, где надпись эта переводится примерно так, что я, Альбрех Дюрер, нарисовал себя вечными красками в год от Рождества Христова 1500. Ну что значит вечными красками на века, то есть для того, чтобы память обо мне была вечна. и в то же время или чуть-чуть позднее появляются уже такие вот эпитафи, не эпитафи, а эпиграммы, то есть не какие-то сатирические, а хвалебные эпиграммы, в которых Дюрер сравнивается с Апеллесом или даже с Альбертом Великим по имени Альбрехт Альберт, потому что он так же, как Апеллес, может создать иллюзию в своих работах, и так же, как Альберт Великий, он изучает природу. То есть на вот эти вот похвалы его друзья тоже не скупятся. После 1500 года происходит еще одно изменение в том, что Дюрер делает. У него как бы вот это вот постепенно. Сначала он просто учится, потом у него появляется интерес к мифологии, который затихает на самом деле в 1505 году, когда другие вещи становятся ему более интересны. Он немножко эксплуатирует вот это вот благочестие своих сограждан, издавая апокалипсис, большие и малые страсти. И одновременно он как художник сам тоже растет. После 1500 года у него появляется очень большой интерес к тому, как правильно изображать человеческое тело. Вот, например, на этих работах Немезида, Аполлона, Диана и такой апофеоз это Адам и Ева, где Адам уже изображен в позе Аполлона Лисиповского. И это связано с тем, тоже это все не случайно, связано с тем, что в 1500 году в Нюрнберг приезжает венецианский художник Якопо или Джакопо Дей Барбари. Дей Барбари – это, в общем-то, кличка, то есть он варварский, потому что он поехал к варварам из Италии, так его прозвали братья-итальянцы. Мы не знаем, как его звали по-настоящему, но он работал для императора Максимилиана, жил в Нюрнберге, и Дюрер записывает в какой-то момент у себя, что Якопо показал мне, как изображать людей, но не рассказал подробностей. И дальше Дюрер уже сам начал читать Витруве, разбираться и пытаться понять, как же правильно людей изображать пропорционально, а не так, как немецкие мастера делали до него, то есть с такими готическими пропорциями и не совсем соответствующими реальностями. И то, что мы видим, это, в общем-то, такая серия опытов. Одно, один рисунок за другим, он все больше и больше приближается к этому идеалу, как он его видит. И потом, как вы знаете, что он писал трактаты и об измерениях, и пропорциях, потому что Дюрер не просто хотел о себе память оставить, но одна из его таких важнейших идей, которая преследовала всю жизнь, что нужно делиться своими знаниями. И он часто пишет это, что он не скрывает, он не скрывает, он все рассказывает. Многое он не успел, к сожалению, сделать, закончить, но вот как бы то, что начал, видно, что он действительно не собирался какие-то вот эти вот секреты таить. и тогда, и тогда же он начинает действительно с натуры рисовать то, что не было принято, потому что средневековый мастер, он рисует по образцам, он копирует своих предшественников, он, если и наблюдает что-то в природе, то как бы это большая редкость. А тут Дюрер пишет вот такие вот замечательные акварели, и это, я думаю, только малая часть из того, что на самом деле он сделал в этом смысле таких этюдов. Ну, уже совсем кратенько расскажу о том, что было с Дюрером дальше, потому что на самом деле к графике это уже не сильно относится. Вот этот вот большой как бы запас аксилографии гравюр, тех, которых мы видим на выставке, он создал именно вот в этот период, в конце 1390-х, в начале 1500-х годов. И дальше он потом пользовался этим всю жизнь. Они приносили ему постоянный доход, действительно. Дюрер действительно это мы знаем точно едет в Италию в 1505-м году, возможно, из-за того, что в Нюрнберге раздражается чума. Вот сохранился такой рисунок с королем-скелетом и с надписью «Моментом Эй», помни меня. И Вазари писал, что Дюрер поехал в Италию, чтобы начать иск против Марка Антонио Раймонди, который копировал его работы. Но это не совсем как бы сказать верно, не совсем достоверно, вот так я бы сказала, потому что Дюрер, а сохранились письма его из Италии, нигде об этом не пишет. То есть, может быть, это произошло уже позже, и Вазари что-то спутал, что, в общем-то, понятно, потому что он писал в конце 16-го века. И на выставке есть цикл копии Марка Антонио Раймонди, цикл «Жизнь Марии Дюрера», но он принадлежит уже к более позднему времени, то есть после того, как Дюрер в Италию съездил. Дюрер едет в Италию, по дороге делает разные наброски, например, пытается изобразить смеющегося человека, не очень удачно, надо сказать, но попытка все-таки была. Он живет в Венеции в Фондако де Итедеске, который как раз перестраивали, и он надеется на то, что ему разрешат это расписать, получить такой заказ уже в Италии, это была бы, в общем-то, большая победа немецкого гения, но это не удалось, Джорджона потом расписывал. Перестраивает Фондако де Итедеске Иеронима Загсбурга, вот его портрет работы Дюрера, но зато Дюрер пишет для церкви Сан-Бартуломео в Италии, церковь, в которую ходили именно немецкие купцы, пишет большой алтарный образ. Он называется в нашей традиции обычно «Праздник четок», но это название скорее вводит в заблуждение, потому что в немецком названии есть слово «Розенкранц», которое означает «Розарий четки» и «Венок из роз». И здесь видно, что имеются в виду именно «Венки из роз» и по аналогии «Розарий» как «Четки», но прежде всего «Венки из роз». И вот эта работа, которая висела действительно там в церкви, это была для Дюррра очень важная работа, потому что наконец-то не итальянские работы повезли в Германию, а наоборот. Немецкий художник приехал в Италию и оставил там что-то, творение немецкого гения, ничем не хуже итальянского. И здесь он изображает себя на заднем плане. Вот видите, что он такой прям золотоволосый и держит скромно надпись на бумаге, что он это выполнил, за сколько времени он это выполнил, за пять месяцев. И пишет такие работы, где колорит уже итальянский, а рисунок все еще немецкий, как «Мадонна с чужом». И очень странная работа «Христос среди еврейских учителей», иллюстрирующая такой фрагмент из Евангелия, когда подросток Иисус пришел в храм и стал, значит, как бы спорить с учителями. Это работа, которую он очень быстро написал. Там есть надпись, что он сделал это уже за пять дней, не за пять месяцев, за пять дней. И был найден даже эскиз, из которого ясно, что он сделал это в Риме. То есть Дюрер побывал в Риме, но больше никаких свидетельств об этом нет. Он возвращается, пишет уже такие вот роскошные, большие работы. Это рама, копия той, которая была приготовлена по эскизу Дюрера. То есть вы видите, какие рамы он предназначал для своих работ. и появляется размах в его стиле. И тогда он добавляет некоторые листы вот в эти циклы, которые мы уже видели. И это очень важно, что вот я уже сказала, что они не создавались одномоментно, но эти листы, те, которые он добавил уже после путешествия в Италию, они другие, потому что в них он больше уделяет внимание уже не деталям, не драпировкам, а контрастам света и тени. И это лучше всего видно на малых страстях. Вот, например, тут просто можно сравнить, как по-разному со светом и тенью он работает. Здесь сюжет «Не прикасайся ко мне», когда Христос в виде садовника является Марии Магдалене после смерти. И тут изображен восход, то есть белый такой вот кусок оставшийся и прорезает как бы черную поверхность белыми лучами. А здесь наоборот. Ужин в Маусе, когда светящийся вот этот вот нимб Иисуса, наоборот, как бы вот эти вот белые черты в темном. То есть одно... как бы они такие вот разные приемы получаются. И он по-другому оформляет эти свои серии. То есть он делает новые издания, для них пишутся новые стихи, он по-другому оформляет титульные листы. Он возвращается к этим графическим работам и он делает их по его мнению лучше, чем то, что было раньше. И совершенно по-другому, в другой стилистике выдерживает. Вот. Сейчас я дойду до меланхолии. Просто хочу дойти до нее, что я покажу. Вот. Это три мастерские гравюры, которые выполнил Альбрак Дюреш в 1513-1514 годах про меланхолию. А вот еще две, которые обычно рассматриваются с ней в связке. Рыцарь, смерть и дьявол и святой Иероним в своей келье. В чем келье напоминает второй этаж дома Дюрера. И мы знаем, что эти гравюры по дневнику по-позднему Дюрер в принципе тоже возил с собой их оттиски и дарил людям, от которых он ждал покровительства. И они это охотно принимали и покровительство свое ему за них оказывали. То есть они ценились еще во времена Дюрера и они в общем-то ценятся как мастерские до сих пор. И я на этом тогда заканчиваю и тебе передаю слово. Перед тем, как начать говорить о меланхолии, мне нужно ввести вас немножко в интеллектуальный дух эпохи, в интеллектуальный климат эпохи. Отчасти мы уже немножко начали в него входить. И я начну тоже с человека, о котором Дельшат говорила. Это близкий друг Дюрера, Вильбальд Пергеймер, немецкий гуманист, глава Нюрнбергского кружка гуманистов, Патриция Меценат. Мы говорили об этом, да, был связан с Дюрером, непонятно, где они познакомились, в Италии или в Нюрнберге. Значит, что нам очень важно, что мне важно в этой истории, что Пергеймер обладает, на тот момент является обладателем крупнейшей библиотеки в Европе классических и научных текстов, философских текстов, то есть он не только сам переводчик, да, но он и еще собиратель книг и рукописей. И благодаря, так сказать, ну вот этому знакомству, ну вот тут возникли действительно, у меня сам никак не приходило в голову, что Дюрер довольно плохо знал латынь. Мне-то казалось, что все как раз очень хорошо складывается, что он имел доступ к этой библиотеке и, соответственно, доступ к большому количеству знаний. Я не знаю, но я думаю, что, как бы, может быть, стоит мне переформулировать свои некоторые представления и сказать, что благодаря знакомству с Пергеймером он входил, ну, как бы, имел доступ вот к некоторому кругу интеллектуалов и к некоторым интеллектуальным проблемам, которые обсуждались в этом кругу, да, а Пергеймер был связан как с итальянскими гуманистами, так и с немецкими гуманистами, о которых мы поговорим. Значит, это первое имя, которое я должна назвать. Второе имя, важное для меня в этой истории, Аганн Рейхлин. Тоже немецкий философ и гуманист и считается первым немецким гибраистом, не евреем, освоившим еврейский язык. Он составил словарь иврита, он написал несколько книг, посвященных «Кабале» еврейской мистики. Он известен, и, наверное, может быть, кому-то из вас известен, как участник знаменитого спора Рейхлина Пиференкорна о сожжении еврейских книг. Крещённый еврей Пиференкорн добился в 1507 году как бы дикта о уничтожении еврейских книг, и Рейхлин выступил очень резко против. Пиференкорн, надо сказать, хотел заручиться вначале его поддержкой, поскольку он был главным, так сказать, специалист в еврейской мудрости, но Рейхлин выступил резко против и встал, наоборот, на защиту евреев, и этот дурацкий план не был приведен в исполнении, то есть книги не были сожжены, хотя история длилась около 10 лет, и там вокруг неё тоже есть интересные всякие вещи, это на самом деле был спор двух кружков гуманистов, как бы более таких вот, ну как-то, я бы сказала, более настроенных, ну просто как это ни странно, но те, кто хотел жечь книги еврейские, это тоже были гуманисты, то есть это не было не были что-то какие-то там тёмные монахи, как обычно говорится, нет, то есть это было спорно в общем некоторых двух интеллектуальных традиций. Значит, почему нам здесь важен Рейхлин в истории о меланхолии Дюрера? Я хочу вам показать, что эта гравюра, она очень связана с традицией христианской кабалы, и ну вот как один из представителей этой традиции, Аганн Рейхлин, известно, что Дюрер изображал святого Иронима, это любимый его сюжет, и действительно вот он его рисует даже как будто бы в своём доме, да, но известно, что под святым Иронимом Дюрер понимает Рейхлина, потому что как и святой Ироним, Рейхлин является как бы проводником такого проводником еврейского знания, да, как и святой Ироним, который в своё время переводит Библию на латынь, Рейхлин тоже изучает большой специалист в эврите, и выступает за то, чтобы в немецких университетах открывались кафедры изучения еврейского языка, и даже за то, чтобы учить как бы кабалу начать в рамках университетских курсов. Значит, на более ранней гравюре, которая, надо сказать, ну, задолго до этого спора Рейхлина Петренкорна написана, мы видим изображение книги, да, мы видим, собственно, святого Иронима за работой, как он переводит цеврита на латынь текст, и мы видим это первое в европейском искусстве такое очень правильное и хорошее изображение еврейской фразы, еврейского текста, и здесь мы легко читаем Барашид Барай-Лаким, это Шамаева, это Арец, да, тут какие-то, может быть, немножечко проблемы с согласовками, но при этом специалисты считают, что даже, наверное, Дюрер как-то занимался изучением еврита, ну, потому что, ну, разумеется, он очень хороший художник, но и вроде бы, ну, как-то он мог, наверное, скопировать эти буквы, да, но может быть, в общем, что-то такое, какие-то начальные знания в еврите у него тоже были. Значит, что вообще, как бы, вот, кроме, как бы, вот этого знакомого, да, я прошу прощения, я оговорилась, да, Рейхлин был знаком с Пергеймером, они общались, да, и Пергеймер, вот этот вот меценат, да, Ньюрнбергский, он участвовал в деле Рейхлина и в каком-то смысле вот в этом споре и в каком-то смысле дал возможность Рейхлину одержать победу в итоге. Но что, что еще связывает Дюрера, кроме, так сказать, ну, просто каких-то, может быть, там, такого общего знакомства, да, с традицией, с Рейхлином и с традицией христианской кабалы, вот как это ни странно, это, сейчас я вам покажу, вот это вот написание имени Иисус. Здесь Иисус написан очень странно. Если на иврите обычно пишется, ну, Иисус имя Иисус пишется с помощью йод, шин и вав, да, трех букв, ешо, то здесь буква шин посередине, да, она находится, похоже на русскую ше, она вставлена в тетраграмматон, четырехбуквенное имя Бога. И вот такое написание имени Иисус встречается только в текстах христианских кабалистов, то есть нигде больше вы такого не найдете. Вот такое написание имени Иисус, оно маркирует, так сказать, христианскую кабалу. И то, что Дюрер вот эту такую тонкую вещь знает, и то, что, да, ИА придумал, собственно, впервые использовал такое написание именно Рейхли. И, ну, очевидным образом, может быть, там Дюрер плохо знал латыни, не имел возможности читать сочинения христианских кабалистов, которые, конечно, все очень хорошо знали латыни, как раз все писали на латыни. Но какие-то, так сказать, какие-то вещи, какие-то разговоры вокруг этого и какие-то проблемы, которые обсуждают христианские кабалисты, Дюрер, безусловно, знал. И вот достаточно, так сказать, этой надписи, чтобы сказать, что он был с этим кругом связан. Значит, еще одно имя, извините, что много имен, которые нам сегодня понадобятся, это Пико део Мирандова. Итальянский мыслитель эпохи Возрождения, представитель раннего гуманизма и также его еще называют отцом, собственно, христианской кабалы. Вместе со своим учителем Марселло Фичино он связан с Платоновской, он как бы работает в Платоновской академии Медичи во Флоренции и переводит большое количество текстов с эврита на латынь и пишет собственные сочинения, которые, в общем, можно назвать кабалистическими. Наиболее, так сказать, кабалистична его часть, его 900 тезисов, знаменитая его работа. Но нас будет сегодня интересовать другой, очень маленький текст, который стал программным текстом тоже гуманизма, речь о достоинстве человека. 900 тезисов сейчас переведены на русский язык, начали их переводить, можно почитать, но речь о достоинстве человека переводилась много раз, потому что это действительно текст очень важный. И, наконец, последнее уже то, что я скажу перед Миланхолией, это Агриппенет из Геймски. Он немецкий гуманист, врач-алхимик, натур-философ, и основная его работа это «Тайная или оккультная философия». Он писал ее в десятых годах XVI века, но издана она была только гораздо позже, в тридцатых уже, в начале тридцатых годов. Это сочинение состоит из трех частей, и последовательное описание магии в ней, натуральная, небесная, церемониальная. И отчасти, значит, это способствовало тому, что вообще за Агриппой сохранилась такая слава чернокнижника, колдуна и мага, а также тому, что Каббала в европейском, так сказать, широком сознании европейском стала восприниматься как такая буквенная цифровая магия просто. Но нас он будет интересовать в связи с другими вещами. Значит, что я хочу сказать, что все вот эти люди Рейхлин, Мирандова, Агриппа, разделяя, это некоторый один круг интеллектуалов, который разделяет некоторые общие принципы, которые, ну, как бы, всех, мы можем назвать до определенной степени христианскими каббалистами, потому что все они пытаются, так сказать, понять христианство, исходя из каких-то принципов еврейской мистики, и вместе с тем, как, например, пишет Пико Деломирандово, никакая наука не может нас лучше убедить в божественности Иисуса Христа, чем Каббала. В общем, мысль довольно дикой, прямо скажем, да, но вот почему-то она в это время как бы очень распространена, и как вы видите, это никак не связано с филосемитизмом, потому что, вот, ну, как вы нам говорили, что вот из Нюрнберга в это время выгоняют евреев, да, то есть это как бы некоторая интеллектуальная история, она вот шла отдельно от истории, собственно, истории, но все, все вот перечисленные эти люди, которые важны для нас, для понимания гравюр Меланхолия, они все, в общем, так или иначе были заинтересованными христианскими каббалистами. Значит, начнем говорить о гравюре Меланхолия. Это вот как бы такая летучая мышь, которая держит название Меланхолия-1, и все как бы хорошо, и действительно мы именно так себе представляем летучую мышь, и можно сказать, что вот это вот ее крылья, да, и так далее. Но это совершенно не летучая мышь, хочу я вас разочаровать. Для того, чтобы понять, кто это, нам нужно обратиться к античному историку, к античному тексту, и почитать немножко из пления старшего из его естественной истории. И мы очень быстро поймем, что перед нами совсем не летучая мышь. Итак, почитаем. Морда хамелеона сравнительно с небольшим размером тела огромная, несколько похожа на свиной рыбу, а хвост очень длинный, суживающийся к концу и заворачивающийся в кольца наподобие змеиного. Когти у него загнуты внутрь, движения медленны, как у черепахи, тело бугристые, как у крокодил. Глаза находятся в глубоких впадинах, очень близко друг к другу, огромный того же цвета, что и остальное тело. Хамелеон никогда их не закрывает и смотрит вокруг себя, не двигая зрачком и поворачивая весь глаз. Тело он держит прямо, а рот постоянно открытым, он является единственным животным, который поддерживает свою жизнь не едой, питьем или чем-то иным, а пищей, получаемой из воздуха, устрачивающим образом, но совершенно безобидно разевая свою пасть. То есть он не просто так пасть держит раскрытым. Но, однако, еще более удивительное свойство его окраска, ведь он постоянно меняет оттенки глаз и хвоста, и всего тулущий, каждый раз окрашивается цвет, напоминающий предыдущий, за исключением красного и белого. Мертвый хамелеон бледного цвета, глава и челюсть у него бесистые, основания хвоста, мышечной массы совсем немного, а в других частях тела совсем нет. Кровь только в сердце и около глаз, во внутренностях нет селезенки. На зимний месяц он укрывается, как ящерица. Значит, вот перед нами на самом деле он, хамелеон. И что можно сказать? Что европейцы хамелеона, понятно, не видели. Для них это некоторый мифический персонаж. Что еще можно сказать? Что книга Плиния старшего была в библиотеке Пергеймера. Как Дюрер ее читал, вот теперь у меня возникает уже некоторое сомнение, если он не читал на ватыни. Ну, может быть, ему друзья прочли или что-то в этом роде. Но есть некоторые вот... В общем, Дюрер здесь нам изображает именно хамелеона. Довольно очень много спорят о том, что это такое. Это один из вариантов, то, что я вам представляю, но очень похож действительно на существо, описанное у Плиния старшего. Но спорят обо всем. Например, спорят о том, что обычно традиционный гравюр называется «Меланхолия-1». И вроде бы как это может отсылать нас к четырем темпераментам, да, меланхолик, холерик и так далее. Мы еще поговорим о них. Но и об этом спорят. Считается, что может быть, или что Дюрер хотел написать, например, «Меланхолию-2», там, «Меланхолию-3». Но может быть, это совершенно не один, а буква «ай». И тогда на латыни эта фраза читается, как «Меланхолия, уходи». То есть это глагол «Меланхолия, иди отсюда». То есть как бы он изгоняет ее. Это тоже один из вариантов прочтения. Да, ну вот и я вам хочу показать, что слово «Меланхолия» легко превращается в слово «хамелеон». И этот «хамелеон», он как бы нам намекает на то, что вообще весь смысл гравюра, он абсолютно другой. Он абсолютно не тот, что считывается, так сказать, естественным образом. Значит, откуда у нас берется «хамелеон», и вообще откуда Дюрер его берет, и что это, откуда ветер дует. Значит, я думаю, что одним из протекстов, одним из текстов, на основе которого в общем написана гравюра «Меланхолия», чей символизм очень сложный, в котором масса деталей, один из важных текстов, это как раз Пикаделла Мирандова «Речь о достоинстве человека». И тут я прошу прощения, у меня довольно длинная цитата, и нужно будет воспринимать ее как бы со слуха, но она мне вся нужна для того, чтобы объяснить, что происходит в этой гравюре. Значит, «Тогда согласился Бог с тем, что человек творение неопределенного образа, и поставив его в центре мира, сказал, не даем мы тебе у Адама ни своего места, ни определенного образа, ни особой обязанности, чтобы и место, и лицо, и обязанность ты имел по собственному желанию, согласно своей воле и своему решению. Образ прочих творений определен в пределах установленных нами законов. Ты же, не естественно, не стесненный никакими пределами, определишь свой образ по своему решению, во власть которого я тебя предоставляю. Я ставлю тебя в центр мира, чтобы оттуда тебе было удобнее обозревать все, что есть в мире. Я не сделаю тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный мастер, сформулировал себя в образе, который ты предпочтешь. Ты можешь переродиться в низшие неразумные существа, но можешь переродиться по велению своей души и высшей божественной. О, высшая щедрость Бога Отца, о, высшее восхитительное счастье человека, которому дано вводить тем, чем поживает и быть тем, чем хочет. Звери при рождении получает от материнской утробы все то, чем будут владеть потом, как говорит в унице высшие духи, либо сразу, либо чуть позже становится тем, чем будут в вечном бессмертии. В рождающихся людей отец вложил семена и зародыши разнообразной, разнородной жизни и, соответственно, тому, как каждый их возделует, они вырастут и дадут в нем свои плоды, возделает растительное и будет растение, чувственное станет животным, рациональное сделается, небесным существом, интеллектуальное станет ангелом и сыном Бога. А если его не удовлетворит судьба ни одного из этих творений, пусть вернется к своей изначальной единичности и, став духом, единым с Богом, в уединенной мгле Отца, который стоит над всем, будет превосходить всех. И как не удивляться нашему хамелеонству, да, вот это, вот это слово, которое важно для нас и которое есть в гравюре. Или вернее, чему иному можно удивляться более. Справедливо говорил Афиняне Насклепий, что за изменчивостью облика и непостоянства характера он сам был символически изображен в мистериях, как протей. Отсюда и известны метаморфозы евреев и пифагорейцев. Ведь в тайной еврейской теологии то святого Еноха превращают в божественного ангела, которого называют Малах Адонай Шебаот, то есть Метатрон, то других превращают в иные божества, пифагорейцев и нечестивых людей превращают в животных, а если верить им Педокву, то и в растения. Выражая эту мысль, Магомед часто говорил, тот, кто отступит от божественного закона, станет животным и вполне заслуженно. Спасибо большое, что вы это выдержали. Это как бы сложный, вполне текст, которому много лет. Это как бы такой своеобразный манифест гуманизма. Что нам... Две вещи, на которые я хочу обратить ваше внимание, кроме хамелеона. Значит, во-первых, что нам здесь говорится? Нам говорится, что в отличие от всех остальных существ, человек отличается от ангелов, от Бога, от животных и от растений тем, что он может быть любым из них. То есть человек сам выбирает, кем он станет. И тут нам дается некоторый диапазон. То есть кем он может быть? Может быть растением и дальше Мирандова говорит о том, что какой-нибудь пьяница, он действительно ведет жизнь как растение. А может быть, и как высшая, так сказать, высшая ступень человеческого развития, это даже не ангел, о котором здесь тоже идет речь, а это некоторое единство с Творцом. То есть это уже некоторое неразличение себя и Творца. Это первая вещь, о которой я хотел обратить ваше внимание. Вторая вещь, на которую я хотела обратить ваше внимание, что это очень характерный ренессансный текст. Вот Дюльшат нам говорил, что в это время появляется, там, Дюрер съездил в Италию и начал рисовать какие-то античные сюжеты. Это очень характерно для вообще ренессанса. Вдруг в Европе появляется огромная тема греческой культуры, греческой философии, греческой мифологии. Отчасти это связано, например, с тем, что в это время завоевывается Константинополь в середине XV века, и большое количество греков приезжает и привозит в общем свои тексты. Кроме этого, европейские интеллектуалы типа Марсилио Фичино и Пикадео Мирандова, они сталкиваются с большим пластом еврейских текстов. То есть тоже как-то начинают сноваживаться какие-то связи между христианами и евреями, там, в Венеции, во Флоренции, да, у всех перечисленных людей были еврейские учителя, они известны. То есть и дальше ислам тоже становится некоторым фактом европейской культуры впервые. И вот это все, да, вот мы видим концентрацию всего этого в этом тексте. То есть Мирандова, он по сути первый такой религиовед, который столкнулся с большим количеством какой-то непонятной информации, о разных религиях, о разных традициях. Ему как-то все это нужно переварить и что-то такое свое сотворить, свое собственное. Каким-то образом объяснив себе, вот как Асклепис сочетается с Магометом, а также почему-то с какими-то вещами из еврейской традиции. И это удивительно, это хорошо тоже видно в книге 900 тезисов. То есть это это некоторая проблема. Это что касается интеллектуального климата эпохи. Дальше продолжаем рассматривать гравюру Дюрера. И я обращаю ваше внимание на магический квадрат. Один из самых знаменитых, один из самых знаменитых магических квадратов. Хотя магические квадраты появляются в Европе, конечно, гораздо раньше и совсем не в связи с Дюрером. Но квадрат Дюрера, он знаменит, потому что это первое изображение, ну, такое первое изображение в искусстве. И сам Дюрер это, ну, как бы, дает, делает это, прославляет, как бы, этот квадрат. И обратите внимание, что в этом квадрате, да, что такое магический квадрат? Сумма чисел по... Обычно, да, обычный магический квадрат, это сумма чисел по вертикали, горизонтали и диагонали должна совпадать. Ну, начнем с того, что вот в нижней строчке этого квадрата Дюрер зашифровывает время создания гравюры, 1514 год, да, видите. Но и сам квадрат очень необычен. То есть, помимо того, что в нем совпадает сумма по вертикали, горизонтали, диагонали, вот все отмеченные линии, да, вот на этих схемах, это тоже, они, тоже, ну, как бы, сложение этих чисел дает одно и то же число. Значит, 34, да, это квадрат четырех, он дает сумму 34. Европейцев с магическим квадратом знакомятся они, в общем, довольно рано, но мы знаем, что уже в 12 веке есть в сочинениях такого выходца из иудаизма в ислам, перешедшего в ислам еврея Аль-Зеркали. Он перечисляет эти магические квадраты от трех до девяти. Он также, поскольку он астроном, он сразу дает нам соответствие магических квадратов и планет. Что, значит, удивительно для магического квадрата Дюрера? Если гравюра сама называется меланхолия, и, может быть, кто-то из вас знает, с какой планетой связана вообще меланхолия, вот традиционно, как бы, да, это тоже такая вещь очень старая, древняя, кто-то знает? Ну, ну, с Сатурном, да? То здесь удивительным образом почему-то у нас не Сатурн изображен, не магический квадрат Сатурна, который на каждой планете соответствует свой квадрат. Но здесь у нас почему-то изображен магический квадрат Юпитера. Что, надо сказать, удивительно. Ну, то есть это некоторый нонсенс. Почему, если ты изображаешь меланхолию, ну, можно, конечно, найти легкое объяснение. Да, ему очень было важно, что показать год создания картины и гравюры, и тогда, значит, он взял случайно этот квадрат. Но мне все-таки такое объяснение не нравится. И мне кажется, что это, так сказать, еще одна вещь, которая работает на подоплеку этой истории, работает на некоторый другой смысл, неясный смысл, который есть в этой гравюре, о котором мы дальше еще поговорим. Да, значит, что я хочу сказать, что, ну, как я говорила, уже со времени, там, ну, я знаю, с 11 века сочинения Аль-Зеркали есть четкое соотношение планет и квадратов, собственно. Ну, вот Сатурн, это должен быть у нас квадрат 3 на 3, Юпитер 4 на 4, ну и так далее. Это вообще все восходит еще к халдейской такой астрономии, и все эти квадраты, видите, они построены в зависимости от удаления, удаления планеты или там Луны и Солнца от Земли, да, вот согласно таким еще очень древним, очень старым представлениям, ближе всего к Земле Луна, и у нее самый большой квадрат, соответственно, ей соответствует. И дальше всего Сатурн, и он связан с меланхолией, и, соответственно, и его квадрат 3 на 3. Значит, что еще здесь важно сказать? И тут мы уже переходим, собственно, к центральной фигуре, собственно, к меланхолии, да, вот, ну, вот эта центральная фигура здесь, она явно изображает некоторое меланхолическое существо. Когда это в продолжении, так сказать, нашей темы Сатурна, Юпитера, и так далее, четырех темпераментов. То есть, как я уже сказала, меланхолия, она явно должна быть связана с Сатурном, а не с Юпитером, как нам говорит квадрат. Но понятно, и понятно, что существует масса всяких и средневековых, и эпохи возрождения, изображений. Вот здесь мы видим одно из них, Сатурн и его дети. Вообще, все, кто вот связан с Сатурном, они такие печальные, они в основном какие-то преступники, или они еще связаны как-то с деньгами, или они вообще убийцы и всякие злодеи, вот повешенного здесь вы видите, да. Ну, то есть, это какие-то очень тяжелые такие существа. И вот здесь вот тоже, ну, есть классическое изображение четырех темпераментов. Понятно, кто чем занимается. Вот-вот меланхолик, он здесь лежит, пока жена его работает. Ну, вот, но вроде как Дюрер нам все-таки рисует меланхолию. Он сам так называет свою работу. И знаменитый, так сказать, знаменитый искусствовед Пановский, который здесь уже упоминался, это такой еврей, еврейского происхождения, немецкий еврей, который эмигрировал в Америку и всю жизнь действительно занимался и Дюрером, и написал об этой гравюре, много писал. Он говорил, что, ну, хорошо, ну, что здесь изображено? Здесь изображено один из четырех классических темпераментов, вот как вот примерно на тех гравюрах, которые я вам показывала. И, соответственно, вот эта классическая меланхолия, а с другой стороны, это одно из семи искусств, геометрия, да, изображена здесь. И Дюрер, он такой великий художник, он смешивает два этих образа, и, соответственно, он как-то будет более чувственный, делает геометрию, и более интеллектуальный, соответственно, меланхолию. И вот в результате у нас, значит, получается такое существо. То есть, ну, это некоторое, вот с точки зрения Пановской, это, так сказать, ну, наиболее авторитетный, наверное, может быть, человек, который писал о Дюрере, это некоторое смешение двух вещей. Пожалуйста, классический темперамент, с одной стороны, и классический, одно из классических искусств. Но мы видим, да, что само изображение, оно как бы противится несколько такому прочтению. А именно мы видим, что у фигуры есть крылья, что он явно, оно или он, или она, очень похожа на, несмотря на то, что она вроде как женская фигура, но очень похожа на ангела. Вот еще есть знаменитая работа Дюра, где ангел изгоняет Адама и Ева из рая. Это тоже очень похожее существо. И то есть мы точно видим, что это фигура ангел. Значит, на эту же версию работает вот этот венок, который надет на голову, да, у ангела. Потому что этот венок, он сплетен из растения, которое называется «Ангелика-архангелика». То есть ангел ангелов, такой главный ангел, можно сказать. Ну и если мы внимательно посмотрим, то как бы мы дальше вот должны подумать все-таки, что это за ангел. Может быть, если есть специалисты по ангелам, вот я подскажу, вот здесь у него есть ключи, есть книга. Помимо классической, надо сказать, действительно для меланхолии циркуля, это такая иконографически обычная вещь. Ну вот у него почему-то есть еще книга раскрыта, есть ключи. Что это за ангел может быть? Значит, это главный еврейский ангел, который, надо сказать, и в христианской традиции он очень-очень большое значение имеет. Это ангел Метатрон. С этим ангелом Метатроном, надо сказать, есть такая очень большая история. Он появляется в еврейских текстах еще на рубеже там Новой Эры. Он появляется еще в Медрашах. И о нем вообще много всего мы знаем. Но этот ангел очень непростой. Значит, он действительно, в его иконографии используются ключи и книга раскрытая. Но этот ангел, он очень непрост. Он находится, он как-то между человеком и богом, да, и он как бы, проблема с ним всегда есть в том, что люди, они считают, что он и есть бог. В частности, есть история тумудическая, что там четверо мудрецов входят в рай. И один из них видит этого ангела, сидящего и записывающего заслуги Израиля. И после того, как он это видит, он становится отступником. Почему? Потому что сидеть может только бог. Он думает, что он бог. Или на небе есть две силы. И так далее. То есть есть какая-то вот очень сложная. То есть этот ангел, он очень-очень высокий имеет статус. Настолько высокий, что часто он сливается с богом. И как бы нужно обладать каким-то очень правильным взглядом и правильным знанием, чтобы отличить одно от другого. То есть нам практически здесь, ну, изображен почти что бог. Да, но вот это не бог все-таки, а ангел Метатрон. Значит, ну, казалось бы, и прекрасно. Ну, вот это, оказывается, это никакая не меланхолия. Это ангел Метатрон. И вроде как и квадрат у нас работает на то, что это ангел Метатрон. Но все не так просто. Потому что вот есть некоторое четкое соотнесение квадратов, планет, но есть тоже очень четкое соотнесение квадратов, планет и ангелов. И вот, к сожалению, этому квадрату соответствует совершенно не ангел Метатрон, а ангел Циткеэль. Это ангел, который, значит, известен прежде всего тем, что он останавливает Авраама, когда тот хочет принести в жертву Исаака. Он вынимает у него меч, он вынимает из него нож, из рук. Поэтому этот ангел всегда изображается с мечом. Видите, вот здесь разные, я вам с каким-то тесаком, мечом. В общем, он всегда вооружен и ужасно опасен. Я, кстати, хочу сказать, что вот эта вот какая-то вещь такая, которая, в общем-то, можно изначально принять за инструменты, пилу, она, видимо, вот как-то связана с этим иконографическим изображением Циткеэля. Значит, что, какая проблема, значит, мы считаем, что это все-таки должен быть на этом месте Циткеэль. Но почему-то, почему-то, и тогда эта гравюра отлично читается. То есть Дюрер нам как бы рисует меланхолию, но под образом меланхолии там скрывается метатрон, ну и как бы это переворачивается в мысль картины. Но все не так, все не так просто, потому что вот как бы по идее нам здесь должны изобразить Циткеэля. Интересно, что Циткеэль, единственное есть этому объяснение, это как бы несуразности некоторые, Циткеэль часто в текстах, он как бы его смысл, его образ он контаминирует с метатроном. В частности, Циткеэль, он характерен тем, что вот он вынимает нож у Авраама про метатрона, про высшего ангела, да, тоже сказано, что он вынимает нож у Авраама. Циткеэль тоже является Моисеем, метатрон тоже является Моисеем. То есть эти образы, они как бы смешиваются, и это, собственно, дает нам все-таки, так сказать, ну более-менее такую возможность сказать, что действительно нам здесь изображают метатрона. Под конец, наверное, вот самая такая удивительная история, потому что последняя деталь, которую я хочу рассмотреть на этой гравюре, это вот этот вот объемный, такая объемная многоугольная фигура, да, объемный многоугольник, который, казалось бы, вот такой довольно какой-то вид у него, такой странный, непонятный, что это такое, но проекция этого многоугольника дает так называемый куб метатрона. Вообще говоря, куб метатрона хорошо известен в европейской оккультной традиции, но с немножко более позднего времени. Впервые что-то такое упоминается вот у Агриппы, у которого вообще, надо сказать, тема и метатрона очень активно обсуждается, и я думаю, что так или иначе, в общем, Дюрер, он знаком с сочинением Агриппы, вряд ли он их читал, как мы теперь понимаем, потому что он не очень знал латынь, да, но то, что он с этими сочинениями знаком, более-менее очевидно. Значит, и вот здесь вот у меня есть небольшая цитата из оккультной философии Агриппы. Цитата практически, это текст, который совпадает с старым довольно каббалистическим текстом, текстом, который принадлежит первому Аврааму Абулафи, каббалисту XIII века. Ну вот Агриппа цитирует Абулафию здесь. «Чин блаженных душ, которые евреи называют Ишин, то есть души благородные, властители и князья, они стоят ниже ангельских иерархий, имеют влияние на сынов человеческих и даруют знания и чудесное разумение, а также трудолюбие, дар пророчества, властвует же над ними душа Мессии, или, как утверждают иные, разум Метатрон, именуемый первым из сотворенных или душой мира и руководящий Моисеем». Значит, что нам здесь сказано, какие-то, так сказать, важные слова, что когда Дюрер изображает этого ангела, а это явно ангел, как мы уже поняли, и когда он изображает Метатрона, он имеет в виду не только Метатрона, но и Мессию. То есть это вот некоторая такая вещь, более-менее очевидная для, видимо, современников Дюрера, для современников христианских каббалистов. В еврейской традиции это тоже есть, есть такое представление, но оно не то, чтобы вот как бы мейнстрим. То есть это, есть оно в текстах об Уафе, еще где-то, да, но такое, ну, это важная вещь, да. То есть здесь то, что нам здесь изображено, та фигура, которая нам здесь изображена, это не только ангел Метатрон, это еще и Мессия, но, может быть, поскольку Мессия для Дюрера – это Иисус, да, и сам себя он изображает в виде Иисуса, может быть, действительно, как здесь уже говорилось, это и сам Дюрер. Значит, ну, наверное, я на этом даже уже буду заканчивать. Единственное, что мне хотелось бы сказать, что я надеюсь, что мне удалось вас убедить в том, что в этой гравюре меланхолии, да, мы видим не просто какого-то ангела или там не просто, там, не знаю, женскую фигуру опечаленную чем-то, да, или мужскую фигуру чем-то опечаленную, а мы видим, как за таким внешним слоем скрывается совершенно другой смысл, более глубокий, к которому, собственно, нас обращает уже там, как бы, меланхолия, которая обращается, становится хамелеоном. Но что важно, наверное, сказать, что, разумеется, гравюра гораздо сложнее, часть деталей мы о них не поговорили, потому что вот, ну, есть лестница, которая тоже упоминается у Пикова да у Мирандова и много обсуждается, да, но есть детали в гравюре, которые никак не связаны с текстом, с речью о достоинстве человека. Скажем, вот этот маленький ангел Пута или собака, ничего похожего там нет, да, то есть я хочу сказать, что, разумеется, с помощью речи о достоинстве мы не можем объяснить, так сказать, всю гравюру, да, но мы можем дать какие-то важные, основные вещи, и я надеюсь, что мне удалось также вам показать, что, ну, как бы, более-менее очевидно, что Дюрер знаком с некоторой проблематикой, так сказать, христианской кабавы, которая актуальна как для итальянских гуманистов, так и для немецких гуманистов этого времени. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok